Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Исход, 17 глава, 14 стих. И сказал Господь Моисею, Напиши себе для памяти в книгу, И внуши Иисусу, что я совершенно изглажу Память о мярикитян из Поднебесной. Мы узнаем это из книги. Слово книга это Библиос. У нее нет другого названия. У каждой книги еще и название есть. А эта книга называется Книги. Я сегодня хотел особое внимание обратить на то, что понимаем ли мы, что это такое изобретение азбуки. Придумать разные знаки припинания, разные языки, по-своему какие-то алфавиты. И все это помогло нам узнать о Любви Божией. Да, есть какие-то наскальные изображения, грубой формы, там полудикие народы писали. Ничего не узнаешь. Здесь мы знаем, что он думал, что сказал. Вот то, что мы сейчас считаем, это сказано было 3600 лет назад. Тут 36 лет назад, что было сказано, 10 раз опровергаются сегодня, пишут, историки, здесь никто не может. Иоанн Златоуст подчеркивает, что любой закон для любой страны, для нее, в другой стране этот закон не действует. Да еще в одной стране бывают какие-то поблажки на разные регионы. Здесь один закон дан евангельский. И 2000 лет для всех народов, наций. И притом не требуется никаких поправок Конституции Божией. И мы даже все время это помним. Как нас учили читать, первоучительница, про это сколько в первый класс, в первый класс. Надо задуматься об этом. Если бы этого не было, мы бы и о жертве Христа ничего не узнали. Да, крест есть. Откуда служба идет? По книгам. Как пришли? Кто нам азбуку дал? Дальше начинает говорить, уже поминает Кирилла Нефодия. Это как апостол для наших стран. Я хочу еще раз ознакомить вас с тем, что говорит нам Дух Святой. Ибо все Писание Бога духовновенно. Писали его святые Божьи человеки, будучи Духом Святым. Что сказала нам Святая Библия через этих людей о книгах? Книги, слово книга, это не наша книга в переплете с корочками. Это свитки. Свитки, вот как обои, когда продаются, с одного на другой перематывают. Попробуй, найди, где написано. Надо где-то, надо потихоньку, с одной стороны поворачивать и с другой. А есть большие такие, полтора метра высотой свитки. И вот как это придумали, сделать книги, переплет. Я переплетчик-реставратор, это хорошо знаю. И каждый раз удивляюсь. Но когда стал готовиться по этой теме, я как будто никогда ничего не знал. Столько всего открылось. Столько недостатков в каждом языке есть. Я простой вопрос говорю. Посмотрите, у нас написано Христос, дальше ничего нет. А там стоял твердый знак. Зачем он? Все, что оканчивалось на согласную, писалось с твердым знаком. А где гласный? Воскрес. А если воскрес, то вот твердый знак бы стоял. Зачем он нужен? А ведь это целое века писали. И посчитали сколько. Ну, например, там одна двадцатая часть добавляется. Далеко посчитать даже. Дальше. Почему буква ЙО попала в такую немилость? Ее не пишут? Нету? И даже русский человек, когда считает, он не может понять, все или все. Я долго думал, зачем? Если это неумышленно, то так и неумышленно. А если умышленно, то ни один человек, иностранец, изучающий русский язык, он не сможет сказать сразу, все или все, его легко обнаружить будет. А то придумали, чтобы всех шпионов переловить. На любом языке, как написано, так и считай. Мы говорим, ЕГО. А написано-то ЕГО. А для чего это так сделали? Ну, меня больше всего интересует буква ЙО. Почему? ЕЩЕ. ЕЩЕ или ЕЩЕ? Вот считаешь там ЙОЖ, а тут ЕЖ. Ну, это же разные совсем слова, даже близко нет. Ну, это о буквах я говорю. Дальше-то книги, о чем они написаны. Какой алфавит нам достался русским. Вы посмотрите, как в Китае, сколько этих избушек городят. Да с такой скоростью, как сейчас у нас считал этот отрок. Псалтырь, ну, где что, оттенки разные, все там есть. С еврейского языка переведено. А какой язык первый? Скрижали кто написал? На русском языке Бог ничего не писал. На татарском, на другом. А написано, скрижали Моисею дал Господь. Для чего? Для еврейского народа. Отсюда видно, что это было на еврите. Ну, приблизительно, но все-таки это был язык не японский. Итак, мы прочтем несколько мест. Я хочу сказать, слово книга в Библии встречается 132 раза. Кажется, такие времена были не до книг, дела было нет. А когда 132 раза ты коснешься, у тебя сам язык начнет что-то лепетать. Господи, как хорошо, что научили нас считать, мама мыла раму. И через эту раму мы видели свет Евангелия. Есть такое еще, напиши, словом, писать где-то. Я посчитал, посмотрел 48 раз, плюс к тому добавляю. В Новом Завете это встречается книга 36 раз. И Господь все время обращается к книгам. А что бы у русских могли сказать, если бы Господь 2000 лет к нам пришел? Вы помните, у нас в общине была еврейка одна. И она говорит, минимум 2000 лет прошло, и ни одного еврея неграмотного не было. Я верю вам, все. Они все сделают, чтобы он, даже совершенно нездоровый умом, он закончил, где-то бумажки с кабинета в кабинет будет переносить, и будут говорить. Я видел таких в краевом суде. Видно, что человек чем-то переболел. У него высшее образование, ему заработок, и все как надо идет. Так это внешнее, а внутреннее. Ты надписи не сможешь просчитать. Просчитаем несколько мест. Слово напиши, встречается 48 раз. Так. Книги есть на земле и на небе. Вот слово буква. Кажется, я и в Библии-то не дожу быть. Петр. Книга Ездры 4,7. До слова буква, вот так вот написано, о букве буквы, пять раз в Библии. Пока не готовился, спросили бы, я бы не знал. Ну и вы-то вам не обязательно запоминать, потому что для того, чтобы сердце напомнилось радостью, благодати, Господи. Посмотрите книги. Посмотрите надписи. Это мы даже не замечаем. Если не дать нам поесть, мы сразу заметим. Через день начнем вопить, искать, пойдем что-то где-то раскапывать, хотя бы на помойке. Но достать чего-то надо. Здесь не надо ничего. Чисто. Слово Божие чисто. Чисто, как золото и слащий копель меда. Итак, книга Ездры 1,4,7. В одни от Артаксеркса писали Бешлам, Мифридат, Табиил и прочие товарищи к Артаксерксу, царю Персинскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Нам нужно на русском языке, а не на старковом славянском. На днях я один материал получил такой. Ему исполнилось 202 года назад, как умер этот человек, священник православный. Я несколько раз прочитал, да, большой материал, но столько задевает. И он видел все эти недостатки. Все, что мы получили с Византии, как будто с моих книжек брал. Я его никогда не встречал. Ни разу. Иван Степанович его звать, не буду же фамилии говорить. Сколько он претерпел за это, сколько его давили. Обещали сам снять. Он прямо показывает, что мы делаем. Мы в церкви-то не евангельскую веру проповедуем, а то, что нам принесли. С ладаном да с лопатами пошли копать землю. Исход 32-32. Какая-то есть важная книга, самая наиважнейшая во всей вселенной. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. А Господь ответил? Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Как он изгладит? У нас что-то не так есть специально, чем вытереть, убрать. И вдруг тебя не будет. А он может изгладить, изглажу Господь говорит. То, что мы делаем, все. Писание говорит, мы считаем из Икеиля, 3 глава, 20 стих. Вот человек делал всю жизнь зло, разбойник. В последние минуты исповедал Христа, пришедшего во плоти. И ныне будешь со мной в раю. Нам это нравится. Но там дальше написано, всю жизнь сделал добро и пересмертися, грешил. И доброе дело не помянется перед Богом. Как мы должны быть настороже? Ведь все-таки какой путь-то мы прошли, что делали, приходили. Сколько опасностей претерпели. Гонений. И все потерять. И поэтому тем более увещевайте друг друга, чем более видите приближение Дня Оонного. Предупреждает нас Господь. Второзаконие, 17-18. Значит, это главная книга мира, в которую он нас писал, когда мы приняли святое крещение. И теперь мы должны все тверже делать свое упование. Не допусти мысли, что «а, мне все равно». Это только, можно сказать, человек, потерявший разум. Господи, только не изгладь из книги жизни. Любые наказания, любые вирусы пусть меня грызут. Любые мятежи, пускай тут все полыхает, но только не изгладь меня. Это надо в молитву внести. Дарозаконие, 17-18. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список законов с его книги, находящихся у священников Левита. И пусть он будет у него, и пусть он читает его в осенней жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сие. Обращались мы, прочитаем момент такой, когда на весь Израиль осталась только одна Библия, по-нашему сказать, и та зарытая. Зарытая, ну, мусор разный был, а сверху деньги. Как бы не любили деньги, то это не раскопали, так бы лежало. Хорошо, что они были стребролюбивые люди. Вначале дальше копейки выносить, и вдруг оказалось, там лежит единственный закон на всю страну. И как началось покаяние. Я к тому говорю, чтобы это было, пусть даже наша жизнь не совсем и евангельская бывает иногда, спим больше, едим больше, дольше, больше. И все-таки помнить, закон это дам для нас. Какие были знатоки, как Писание, когда они переводили это? Сегодня много разных переводов появляется, и Библии, и там Касьяна этого епископа. Новый русский перевод я насчитывал, смотрел. Даже близко нельзя поставить. Я утверждаю, и могу это доказать любому. Наш русский перевод, синодальный, 1876 года, наилучший за 2000 лет. Четыре духовные академии этим занимались. Какие знатоки были? Двое из них, Пиларета и Макария, Алтайский, Глухарев, Архимандрит, канонизированные церковью. И мы каждый день сейчас молимся по интернету через два часа, и все время вспоминаем людей, которые перевели Евангелие. Их молитвами, Господи, насыти нас. У нас не было и не будет таких знаний. Мы вошли в готовое, что они разложили эти яства. И как мы считаем, великорусский язык. Ведь это все-таки больше 150 лет перевод, и как будто сегодня сказано. И считайте перевод дальше, державе. Не перевод, а, как говорили, два разных языка. Что этому послужило? То, что Библия вошла на вот и язык как бы застыл на одном месте, и мы к нему привыкли. Четвертое царство. 22.8. И сказал Хелки о первосвящении к Шафану Песцу. Книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. 11 стих. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Как же мы жили так? Это для людей, которые сегодня не считают ничего. Им даем Евангелие. Наши люди уходят. Да не надо мне, отстаньте со своей книгой. На крещение опять ходили, раздавали. Я все это видел, записали где. Как люди будут ходить от моря и до моря, ища, где услышать и не найдут. Вот это жажда, еды, питья, это кончится. Бог говорит, я пошлю. Даже ты бы не хотела вдруг что-то дрогнет в человеке. И он будет искать от моря и до моря. Юноши и девушки будут истаивать. Но неужели никто не знает Библию? Библию будут искать. А верь уже там молиться и ритургии никто не услышит. Где путь Господь, что дальше будет, людей интересовать будет. И 23, 2. Можно 11-й было стих еще там прочитать. 11-й прочитали. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима, с ним и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. И прочел вслух, и все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Нееме, это означает 22-я, 23-я главы. Как-то запомнить, чтобы полностью просчитали. Я только взял три стиха и показать. Царь первый раз услышал, пришел в ужас. Высшие священники стали им считать. Как они служили, не могу понять. А они не считали ни разу. Это Бог говорит. Я поражу тебя, я устал миловать. Как пророк говорит Иеремия. Что думали дети? Как они подрастали? Как они им это сказали? И теперь просчитали. Надо считать. Считать Слово Божие. Сегодня часто проповедники говорят. Красиво речь поставлено, а Библии в руках нет. Я вот стою на одном месте запинаюсь, сам уже глазами не гляжу. Но мы считаем у нас в руках Библию. Я даже не перепечатываю ничего. Книга Неемии. 8.8. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Больше ничего не надо. Вот каждого священника сегодня где-то, они же исповедуются, духовник, на епархию, на митрополию, и сказать, ты считаешь всему народу, даешь толкование, и чтобы народ понимал. И на исповеди надо об этом спрашивать. А не то она пришла там, все там, молостное съела там в пятницу. Да разве об этом надо думать-то? Слово Божие наставляет нас. Господь говорит, любите меня. А как я проверить могу, люблю или нет? Он говорит, если соблюдете заповеди мои. Вот тут уже понятно. Заповедь считай и каждый день регулируй свой ход. Куда пойти, что сказать, когда лечь, когда встать. 18 стих. И читали из книги Закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднество по уставу. Почему у нас не могут священники остановиться на этом? Найти себя в Слове Божьем. И ежедневно читали. Говорят, не знали, узнали. Один экземпляр. Может быть переписывал кто-то. Может быть на слух брали, другим пересказывали. Но считали ежедневно. Мы этим должны заниматься ежедневно. Конечно, сейчас новые способы информации. Был магнитофон, сейчас там телевидение. Там все покажут. Записать можно. И говорят, это надежно, ненадежно. Свет выключили, все, ничего нет. Самое надежное, это на бумаге написанное или напечатанное. И поэтому для себя Евангелие хоть где-то спрячьте. Видите, начинается смута. Назначен на завтрашний день. Нехорошее известие идут. Нехорошее. Совсем даже не нужно. Почему? Засылают людей специально, чтобы из толпы стреляли, как было на Украине. Отсюда власть не напрасно носит оружие правитель. Сказано, будто бы было, что отвечайте за народ, мы должны ответить. Уже началось это здесь. Видимо, по всем центрам пошло. Специально засланные люди по определенной программе. Они нас будут уводить от того, что сказал Господь. Повинуйтесь власти. Молитесь за власть. Никакие митинги не помогут нас исправить. Вот сегодня я ушел. Все. Мне уже разницы до земли нет. Душа будет далеко-далеко от земного шара. Мы даже не знаем где. Дети были, не были. Как будто ничего и не было. Ни одного дня не жил на земле, а дела добрые с тобой пойдут. Ты любил Господа, я не пришел ни один. Вот новые души пришли через тебя. Нееме 13.1 В тот день читано было из книги Моисея «Вслух народа». И найдено написанное в ней «Аммонитянин и моявитянин не может войти в общество Божие вовеки». Так и здесь. Которые занимались гонением верующих, это правило Григория Некисарийского, были коммунисты. Что было? Чтобы они не вошли в священство с законом Божиим. Это надо было так. Вот когда началась там перестройка, мне рассказывают священник. Лежали в больнице. И в это время в парторге все растерянные. Ну, не паром торговали, но так их называли. Куда я теперь найду? Куда-то в попы иди. Там ничего не требуется. У тебя достаток полный будет. И мне передают это. Ну и правильно он сказал. Но неправильный этот поступок. Туда надо проверять. Как здесь. Сколько бы он ни жил, на нем остается это. Вор? Это вчерашний вор. Он не ворует. Но убийца остается убийцей. Если ты был крещеный, даже не понимая как, и после этого кровь на твоих руках, ты священником быть не можешь. Таков закон Божий. Это определенно. Каноны говорят. Псалом 68, 29. Да изгладятся они из книги живых. И с праведниками да не напишутся. Вот какое пожелание. Не надо матерно ругаться, нечего да изгладиться из книги жизни. Сказал и задрожало все вокруг. В свой адрес, если кто это слышал, вы знаете, почему человек это сказал. Понимает он, что сказал. Я не слышал ни разу, чтобы обидевшись на кого-то, человек сказал это. Да, я тебе желаю недоброго, там аварии, там на дороге, что-то может быть. Речь идет из книги жизни. Нашего имени там не будет. Иванов много. Но, видимо, я не знаю, как это. Каждый узнает. Это он. У Бога все по-другому. Потеряки погиб юноша один. И он незадолго до смерти сказал. Мама, то мы говорим отца все Божьем как. А там все не так. А то ему Бог открыл. Последние дни были какие-то недоразумения. Последние дни он, кстати, сам по-другому стал. И скот пасти и все. Как будто готовился к этому. Иеремия 51-63. Наше дело молиться о всех. О всех, которые, конечно, верующие, крещеные были. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. И скажи, так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него. И они совершенно из немогут. Как непонятно. Такие ценности. Я однажды высчитал полностью переписанная Библия на пергаменте. Стоило труд 20 лет рабочего. Очевидно, рабочий мало получал, чтобы что-то оставалось. И так распорядиться. Ты прочитал, надо услышать, больше не услышать. Я размахнулся и в воду забрось подальше. Почему? Люди недостойны больше прикасаться к этой книге. И Бог уберет. Я наказываю, если я умру раньше вас, то, чтобы заламинированный Новый Завет лежал у меня на груди. И на могиле, и на кресте. Все время такое, что я сыро сегодня трогала. И написать. Каждый может брать. Я хочу оттуда проповедовать. Из той страны. Иеремия 51-63. Даниила 1-17. Показать, какие есть книги. Как мы должны относиться. И как восхвалить Бога. Такое богатство. У нас ломится все. Сейчас брат у нас... Сколько печатает? Посмотрите. Почти вручную. И сколько людей получили. Сколько благодарностей уже. И даровал Бог четверем всем отрокам знания. И разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разум. И всякие видения и сны. Это отроки попали. Княжеские семей. И знания Бог дал. И Соломон о чем просил? Господь ему сказал. Проси, чего хочешь. Любого человека. Чего хочешь? Ну, ясно дело, будут просить легкой какой-то жизни. Кому-то дочь выдать замуж. Где-то дачу. Ну, что-то вы просили все-таки. Он попросил Господи. Дай мудрости. Я перед народом буду ходить, чтобы меня за дурака-то не присчитали. Дай мне мудрости. Чтобы я какой вышел напыщенный-то. И такой пошел непосрамленный. Как многие правители в мире. И Господь сразу сказал. За то, что ты не просил смерти врага. Здоровья. Перечислять богатство. Я тебе все это дам. За то, что ты знал, что просить. И поэтому просите всегда мудрости. Понимать священное писание. Кому где подать. Я сколько лет говорил. Вот. Был бы я патриарх. Мне говорят. Что бы сделали? В первую очередь прекратить строительство храма. Часовно расплатить. У кого брали в кредит. Ипотеки все закончить. И сразу открывать училище. Хотя бы тысячу в один день. И чтобы слово Божие отсюда зазвучало. И вдруг выходит вот этот красный четыре Евангелия. За подпись. Уж не знаю как это соответствует действительности. Написано по благословению патриарха Кирилла. А сказали то, что если это не патриархшее издание. Мы же не знали это. Милиция будет проверять. Задерживали. Потому что много пишут не то. Подходят. Мы показываем. Это патриарх Кирилл. Обратно вернул. Пошел. Да возьмите мы. Может даем мне. Это что неужели патриарх Кирилл так разрешил. Это кто-то ничего. Я размолился столько лет. Я хочу сказать. Господь услышал. И судя по тому сколько мы раздали. И сколько других и в страны посылали. Это не один миллион изданных. Это самый большой тираж вот такого издания. Может быть за две тысячи лет. И не кончаются. Ведь мы получаем не два, не три. А иногда центра полтора. А считайте сколько там этих книг. Даниила 7-10. Огненная река выходила и проходила пред ним. На суде Божем. Тысячи тысяч служили ему. И тьмы кем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Дальше написано что с книгами? Видел я тогда что за изречение высокомерных слов. В какие говорил. Нет. Значит. Книги. И они раскроются. И больше нигде не написано что протекала пред престолом река. Толкования нет. Святые растолковываются. Всем до одного. Когда воскреснут. Надо пройти через эту реку. И с той стороны выйти. И праведник воссияет как солнце. Все за ним. А грешник выйдет как уголь. Уголь. И над ним, над каждым будет певец-то там или как-то. Что-то будет написано то чем ты больше всего служил Господу. И книги какие-то раскроются. Вот мы родились. Еще не было. А Господь говорит. 138-й псалом. В твоей книге Господи праведник говорит. Записаны все дни. Когда меня еще не было. Зародыш мой видели. Очи твои. Ни одного дня еще не было. И все записано. Что мы будем сегодня удивляться этому. И радоваться. Заметьте. Какой нам алфавит греки дали хороший. Это похоже на их буквы. Латинские буквы. Как легко считать. Конечно языки разные. Трудные. У нас 6 падежей. Оказывается 7 есть. 7-й звательный падеж. Вот сказать. Бог. Не так. А Бог. Боже мой. Боже. Это звательный падеж. Отдельный. Вот даже оказывается. А у англичан один падеж. Легкий язык. Русский язык. Очень тяжелый язык. Я немножко считаю по-русски. И вижу. Вот там просто все. У нас так усложненно. Но зато это самый богатый язык. Вот скажи глаз. Ты скажешь. А я знаю очи. А то дое тоже. Око. Рот. Ну рот. Да. Ну уста. А вот лоб. Щело. Знаете. У нас как будто два словаря. И все какое-то возвышенное. Божественное. Рукой ударил. А простри длань твою. Вот. Щека лониты. Видите. Я в этих. Когда переводы смотришь. У них нет этого. Просто нету. У них господин и господь это одно и то же слово. А у нас разное. Деяния. 19.19. Есть книги плохие. И в доме держать не надо. И вот когда мы здесь начали только собираться. Тогда еще собирались там на Булгином кладбище ходили. Отдыхали. И некоторые люди занимались там Блаватской другой. И принести туда книги. Отложили костер. И мы тоже жгли эти книги там. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми. И сложили цены. И оказалось их на 50 тысяч драхам. То есть это деньги стоили. У нас были люди, которые прошли это все. Где бы что ни было. Они во все эти общества вступали. Были там. Пришлось помогать. Мне пришлось уничтожить не две, не три библиотеки. Еще раньше. Я разбиваюсь всегда на три части. Одна. Которая тебе нужна. Которая нужна. Это хорошие писатели. Вторая. Безразличная. Ты можешь ее сдать в библиотеке где-то, где покупают. Магазины книжные. И третья. Вредная. Никуда не выдавай. Ну можешь корочки оторвать до переплета. Остальное сожги. Там разных вольтеров и других безбожников. Иеремия. Так. Второй Тимофеевич 4.13. У апостола Павла были какие-то книги. Какую-то он особенно любил. Тогда пойдешь принеси филонь. Который я оставил в траге у карпа. И книги особенно кожаные. Вот так. Мне досталось кожаный златоуз называется. Но там есть и Нифонта, и Василия Великого, Григория Богослова. Называется так. На застежках. Деревянные корочки. И теряющие кожи, как это пергамент или кто там был. Так. Откровение 3.5. Побеждающий облечется в белой одежде. И не изглажу имени его из книги жизни. И исповедую имя его пред отцом моим. И пред ангелами его. О, какие будут люди. Когда исповедует и Господь перед отцом пред ангелами. А мы где будем. Даже вообразить нельзя. И веру в Бога. У нас были люди, которые все. А я теперь не верю. Сохрани Бог тогда. Говорить и думать. Все будет там явлено. Книга о каждом из нас пишется. Даже говорить об этом страшно. Господи. Дай мне возлюбить Тебя, как возлюбила, когда-то свой тайный грех. Сама молитва-то считаем мы ее. 20 глава 12 стих. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы и понаписанному в книгах. Сообразно с делами своими. Это на каждого одна книга пишется. Вот надо писать дневники. Что ты делал вчера, потому что забывается. А здесь все пишется кем-то. Лукавые будут лгать. Что ты делал. Как Тарасий сказал, все был в жете, ничего нет. Смертный час они окружили, демона его, патриарха Тарасия. И стали представлять, вот там был тот и все был в жете. Хорошо сказать так, и дьявол отступит. Иеремия 36. Одно из самых страшных мест библейских отношений к книге. 36, 4 и 5. И призвал Иеремия воруха сына Нерии, и написал ворух книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которым говорил ему. И приказал Иеремия воруху, и сказал, я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобою свитки с уст моих слова Господни, вслух народа в доме Господень, день поста. Также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. 15 стих, это ту книгу, которую нашли. Ну, только уже написанное было. Порох Иеремия написал. Они сказали ему, сядь и прочитай нам слух. И прочитал ворух слух им. Итак, 23. 23 стих. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И так как же могло сохраниться такое, это отношение, когда отбирали Библию, рвали. 27 по 32 стих. И было слово Господня к Иеремии. После того, как царь сожег свиток, и слова, которые ворух написал из уст Иеремии, и сказано ему. Возьми себе опять другой свиток, и напиши в нем все прежние слова, которые были в первом свитке, которые сожег Иаким царь Иудейский. А царю Иудейскому Иакиму скажи, так говорит Господь, ты сожег свиток сей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит ней людей скот. За это, так говорит Господь об Иакиме царе Иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. Малахия 3.16 Последняя каноническая книга. Я просто обновляю память вам всем. Какие книги, как мы даже ценить, как мы даже чего-то бояться. Бояться и Бог поможет, чтобы книги те были, проверьте у себя, были сожжены, выбросить. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. Значит, пишется все время. Ладно, где-то не поняли нас, но у Бога пишется, намерение будет показано каким-то образом. И Лука 3.4 Как Господь к этому относился. Постоянно говорил, как считаешь. Русский спросит, как считаешь, чего считаешь сразу. Ну, Евангелие. Какое Евангелие? Я до 23 лет слова это даже не знал. Библию руках не держал. А родился в семье верующий. Мать сказала, в каких-то грехах боролся, берегся от этого. А Евангелия не было. Поэтому таков был путь. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым и сделайте стезиму». 4.17 Ему подали книгу пророка Исаия. И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Какой народ сохранил из такой дали своей книги, чтобы за них умирали? Это евреи, богоизбный народ. И как заботились они об этом. Они отдавали все, чтобы только сохранить свиток этот, унести, закапывали. Потом через несколько лет приезжали, смотрели, чтобы вынести как-то. Я считал эту историю до потрясения. И они сохранили это для нас. Они, незнакомые нам. И мы скажем, Господи, да будут благословенные шаги, которые с дальней страны возвращались под какой-то дуб, рыли, чтобы никто не видел, не попасться. А платили большие деньги, чтобы прошли. И они сохранили для нас. Вот у нас Библия с неханоническими книгами. Я просто один раз прочитаю вам, чтобы вы знали. В ней 3 миллиона 172 тысячи 512 букв. Я занимался сколько времени. И вот у нас книги, которые лежат на столе. В них примерно 47 миллионов 950 тысяч 550 букв. Это в 15 раз больше самой Библии. Вот Библия, вот сколько на столе лежит. Большая Библия с неханоническими. И столько у нас литературы на столе. В каждой книге ссылка на Библию примерно 3000 раз. Это Бог так нас благословил. Сегодня по-разному везде идут уроки по нашим книгам. Запросы делают, начинается пробуждение. И тоже об этом помолитесь. Я вам говорил, что какое дело. Господь как бы указано было на нас делать. Пока ничего не знаем. Документы сданы. Пришел ответ. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации. И ПСБ, Главное управление. Что будет дальше не знаем. Тем более такая смута. Она по этому вопросу все решила. Так что, что будет как не знаем. Молитву не ослабевайте. Ишь с любого угодно будет. Если только как пишем. Я внезапно могу исчезнуть. Просто внезапно. Потому что органам будет дано указание. Ну, написали, что и как сделать. Мы не знаем, что. Но Бог дал нам талант. Мы владеем великим сокровищем. Библии, толкования святых отцов и канон и церкви. И это все придется взять. Я сейчас все пишу, что с собой взять. И примерно разных предметов. Симфонии. 40 предметов. Не в один рюкзак, наверное. Но это потребуется. Мне нужно сейчас вернигородское издание. Оно у меня потеряюки оказалось. Симфония на канонические книги. Она зеленого цвета. Посмотрите, у кого есть. Не канонические у нас есть. Это наше издание. А это нет. Мы раздавали, раздавали. И оказалось, и отдали. И еще больше нету. Когда в библейское общество приезжали, мы сразу 100 экземпляров дали им наше издание. Канонические, вернигородские. Я уже вылечительное стекло с собой беру, слуховой аппарат. Все как потребуется. Что? Не знаю. Если только это не состоится нигде, нашей вины никакой не будет. Но мы дали доказательства неопровержимые, что нам это посилено. Никто не знает еще, но все призывают уже на молитву. Притом в интернете. И вы для себя скажете, мне нельзя говорить. Потому что органы такие этим будут заниматься. И вопрос очень серьезный. Мне уже скинули, чтобы получили. А личные встречи там невозможны из-за болезни. У нас представитель свой в Москве есть. И телефоны я не даю свои, они на них будут ссылаться. Богу нашему слава. За слово его святое. За святую книгу. Благодарю, брат. Храни вас под вас.